Вы когда-нибудь манипулировали экономической статистикой Беларуси? Где-то подправишь что-то, потом все это будут вспоминать всю жизнь. А Николе не хотелось отдать информацию наигоршей. Если вы врали, когда все идет плохо, то вам не поверят, когда все начинает налаживаться. Вы радуетесь, когда видите плохие экономические показатели Беларуси? Александр Лукашенко когда-то уйдет, а нам с этой страной жить. Все кажутся, Лукашенко вырытого в Беларуси. Ну где-то повезло, где-то не повезло. Поприяли ли санкции против Беларуси серьезно на экономику страны? Сейчас у нас в полной зависимости от России. Эта страна является изгоем в мире. А что вы думаете на конт криптовалюты? Либо, значит, дурак тот, кто вам продал, либо дурак вы. Я бы не советовал всегда думать, что вы умнее, чем другие. Выглядите программу с широкажутшей. У якой ведомых беларусов проверяют на полиграфия. Почас тестовання фиксуются физиологичные параметры организму, паводли некальких крытыраў. Затым гэтая реакцией анализуются, каб оцанить докладнасть поведамленной информации. Сёння прайсці проверанне на полиграфия наважився экономист Леу Львовскі. Леу, вітаю. Вітаю. Дякую велике, што вы сегодня до нас пришли. Зараз вы проходили наше тестування на полиграфі, і у мене ўжо ёсь отказано ўсё питання, і мы з вами можам їх обмерковать. Вы когда-нибудь манипулировали экономическая статистикой Беларуси так, чтобы преподать ситуацию в стране хуже, чем есть она на самом деле? Нет. И наш полиграф лишит, что вы отказали нам широ. Большинство наших данных, которые мы используем, они происходят с Белстата, собственно, все могут перепроверить всегда. И даже если бы мы захотели, тут больше рисков. Где-то подправишь что-то, потом все это будут вспоминать всю жизнь. А Николе не хотелось подать информацию наигуршей, чем я наёс на самом деле. Каб, мабыть, у Беларуси возникла некая паника, каб люди з'яжжали з країны. Наш центр, как говорится, вне политики, в том плане, что для нас действительно очень важна наша академическая честность. Можно как бы соврать людям, один раз люди могут поверить, но, собственно, это долго тогда не продлится. И тогда уже эксперты переходят из разряда экспертов в разряд популистов, в разряд, может, каких-то политиков, которым, опять же, тоже не будут верить, потому что они уже там один-два раза соврали. Поэтому лучше и более долгосрочная политика это быть честным и говорить, как есть. Да, Дианы, какие вы отримливаете, анализуясь статистику Беларуси, и те, например, какие вы бачите, какие дают уже белорусские экономисты, и они супадают помеж собой? Данные как бы в целом одни и те же. Если, опять же, кто-то манипулирует данными, то этого человека, эту организацию довольно легко поймать, и это будет хуже в долгосроке. Вот могу привести пример, например, сравнение. Если Белстат публикует какие-то цифры, то мы, независимые экономисты, мы склонны им верить. Белстат ни разу не был пойман на том, чтобы специально врать, специально какую-то цифру подменять, в отличие, например, от ЦИКа или от Минздрава. В экономике не всегда идет все плохо, иногда идет хорошо. Если вы врали, когда все идет плохо, то вам не поверят, когда все начинает налаживаться. Белстату в Охоле не может охлусить? Уверен, что может, но пока что за этим замечен не был. Белстат, он чаще скрывает неудобные данные. То есть, особенно это практика последних лет, все больше и больше данных, которые не нравятся правительству, про которые больше говорят журналисты, они начинают исчезать. Какие данные мы уже не сможем увидеть? У нас сейчас нет детальной статистики по международной торговле. Она остается, но уже в таком довольно скудном виде. Разбивки конкретно по странам нет. Некоторые вещи вычеркнуты. Если интересует статистика конкретно по нефти, по некоторым другим подсанкционным товарам, она теперь скрыта. Вот, например, в 2023 году и в 2022 году у нас был большой отток айтишников. В итоге засекретили статистику по количеству работников айти-сферы. Теперь даже этого нет. У нас золотовалютные резервы, как бы в сумме они даются, но разбивки тоже не дается. Мы не понимаем, это там лежит в юанях, в золоте, это какие-то арестованные активы на счетах, может быть, в европейских банках, или это ликвидные деньги внутри Беларуси. Мы теперь этого не знаем. Качество активов коммерческих банков у нас сейчас тоже до конца неизвестно. У нас заранее, собственно, прикрыли эту статистику. Она сообщается... Еще до 2020 года ее уже начали сообщать не так, как принято в мире. Поэтому мы на самом деле не знаем, насколько здоровы или больны беларусские банки. Там, может быть, не очень хорошо все с балансами, но насколько хорошо или плохо мы не знаем. Экономисты, они же не только охочивают статистику, а ле и анализуют и прогнозуют. Те сападая ваше меркование с тыми экономистами, які зараз находятся у Беларуси и працуют у державным экономичным сектора. В прогнозах, да, часто не совпадаем. Если про цифры власти не врут, если вас интересуют цифры по зарплатам, по ВВП, по безработице, вот на Белостат можно сходить и этим цифрам можно доверять, то... То пока все отремливают по 500? Уже больше, чем по 500. Да, да, да. То меркование именно провластных экспертов и политиков, оно, конечно, сильно отличается. Русские политики очень любят найти какую-нибудь одну цифру, которая как-то позитивно выглядит и начинают бегать с ней по всем государственным телерадиостанциям и говорить, как все хорошо. Вот там было, не знаю, было несколько месяцев, когда Роман Головченко обнаружил, что у нас довольно неплохие прямые иностранные инвестиции. Откуда они взялись, я могу сказать, у нас власти запретили иностранным компаниям выводить прибыль. Соответственно, иностранные компании вынуждены эти деньги куда-то вкладывать в Беларуси. Притом, мы еще, кстати, даже не знаем, они на самом деле их инвестируют в какое-то расширение производства или, там, скажем, покупают цистерну спирта, чтобы просто в таком виде сохранить свои средства. Такое бывает. Так вот, Роман Головченко увидел эту цифру и вот начал везде бегать и говорить, смотрите, несмотря на санкции, у нас растут прямые иностранные инвестиции. Вот так прекрасно. То есть сама цифра верная. Растут они, действительно растут. Но он забыл сказать, во-первых, про все остальные цифры, которые были на этом фоне. Это было в 2022 году, когда все падало. Вы радуетесь, когда видите плохие экономические показатели Беларуси? Нет. А левуюсь тут у наших полиграфы есть сумневые. Як вылечиться чему? Нет, я не считаю, что экономическое падение – это что-то хорошее. Александр Лукашенко когда-то уйдет, а нам с этой страной жить и выбираться из какой-то худшей экономической ситуации сложнее, чем если бы мы, например, начали отталкиваться от 2020 года. Да и белорусская экономика, собственно, не собирается падать. Она собирается стагнировать. В современном мире на фоне технологического прогресса, чтобы экономика устойчиво падала, нужно не один Лукашенко, а вот 10 Лукашенко посадить вместе, и чтобы они друг другу советовали на ухо. Вот экономики, которые падают, ну, не знаю, там, может, Венесуэла. То есть надо совершать не одну экономическую ошибку в месяц, а желательно по одной экономической ошибке каждый день. В нашей текущей ситуации мы скорее просто придем к стагнации. Для обывателя это может казаться, что это неплохо. Это вот рост на полпроцента в год, на один процент в год. Ну, казалось бы, вроде вот каждый день действительно живем лучше, чем в прошлом году в среднем. Только вот бедность, она в современном мире относительная. Собственно, если мир растет быстрее, то рост 1% в год и меньше – это серьезное отставание. Мы 20 лет назад не были беднее, чем Польша. Теперь вот мы уже там в два раза беднее, чем Польша. В три раза беднее, чем Литва. Если так продолжится, то Александр Лукашенко сможет продолжить рассказывать белорусам, что вот вроде бы надои растут, вроде бы жизнь как-то потихоньку улучшается, там голода нет, никто там на улице не валяется. Но потом мы там еще через 20 лет снова сравним с Польшей. И окажется, что в Польше уже там в 6 раз люди живут лучше. А что это означает для страны? Это означает постоянный отток капитала, отток человеческого капитала, отток талантов. Анализировать экономическое состояние Беларуси, находясь за границей, проблематично? Нет. Вы иногда ошибаетесь в своих экономических прогнозах касательно ситуации в Беларуси? Да. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам с ЧИРа. Да, безусловно, все делают ошибки. Собственно, прогнозы строятся на моделях. Модели никогда не ошибаются в том смысле, что модели говорят, если у нас такие допущения, то будет такой результат. Но мы никогда не можем угадать все допущения, все вводные. В итоге добавляются новые вводные. Старые механизмы, которые были учтены в моделях, они все еще действуют. Просто их эффект может перекрываться. Это нормальные вещи. А те часто это у вогуля бывает? Так, чтобы ошибаться на 10%, конечно, такое не бывает. Но, например, большая часть независимых экономистов предполагала, что Беларусь дольше будет выбираться из падения 2022 года, и что само падение 2022 года будет сильнее. Нельзя сказать, что санкции не работают и не сработают. Санкции все работают и сработали. Мы потеряли украинский рынок, мы потеряли значимую часть европейского рынка, мы потеряли выходы к морю, самое главное, мы потеряли Квапецкий порт. Но Россия нам компенсировала значимую часть этих потерь. В итоге падение было, это было довольно сильное падение, но более или менее выправилось. То же самое мы не закладывали в модели войну в 2022 году. Тут уже вопросы к этим предпосылкам, не все из них можно угадать. Анализовать экономичный стан в Беларуси застающийся за межой проблематично? Я бы не сказал, что есть какие-то особые проблемы от того, что мы за рубежом, мы все время общаемся с беларусами, которые находятся внутри страны, которые ездят туда-сюда. Но самое главное, что вот эти ощущения, как по ощущениям, это все равно вещь очень такая лукавая, ненаучная. Но как раз ощущениям верить не надо, надо верить цифрам. За рубежом, точно так же, как внутри Беларуси, мы пользуемся точно теми же цифрами Белстата, которыми пользовались, когда жили в Беларуси. Наш полиграф лечит, что вы отказали нам щиро. Поприяли ли санкции против Беларуси серьезно на экономику страны? Да. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам щиро. Экономика сильно из-за них пострадала, но часть была компенсирована за счет России, причем разными путями. И за счет того, что Россия разрешила Беларуси пока не платить госдолг, и за счет того, что Россия предоставила свои логистические мощности, за счет того, что Россия предоставила свой рынок. Наверное, отчасти из гособоронзаказа российского. Ну, так или иначе, да, нам удалось экономике большую часть потерь как-то компенсировать, товаров перенаправить. Тем не менее, влияние на экономику сейчас очевидно. Цега-то дрына, что мы так завязаны с Россией. Калі не будзе яйцем, а быць і нічого вогуля не будзе в Беларусі. Тут, как-то известно, плохо класться яйцем в одну корзину. То есть, даже если вот мы не будем говорить Россия, будем говорить страна А, то все равно быць плохо завязанным только на одну страну. Ну, во-первых, у этой страны появляется такая монополистская сила в отношении нашей страны. Она знает, что там нам некуда больше бежать там с транзитом и может, например, нам выставлять такой ценник, что всю нашу маржинальность мы должны отдавать. Это означает, что все риски этой страны, там какой-нибудь кризис в этой стране, он, это наши риски, он автоматически передается нам, и мы никак не можем подстраховаться. Это означает, что мы не можем себе выторговывать никогда какие-то лучшие условия. Добавочный негативный эффект, если это одна страна, от которой мы зависим, еще и сама по себе не растет. И сверху на это добавляется то, что, к сожалению, эта страна, собственно, является изгоем в мире. Это добавляет и технологическое отставание. Сейчас у нас полная зависимость от России. У нас 70% внешнеторгового оборота. Это торговля с Россией. И тут дело не только в том, как вы относитесь к России, хорошо или плохо. Дело в том, какая российская экономика. Российская экономика точно так же стагнирующая. Она растет на 1% в год. Одно дело, когда вы продаете любой товар, штаны, государству, которая растет на 6% в год. Другое дело, когда вы продаете те же самые штаны, государству, которая растет на 1% в год. В первом случае вы естественным образом, у вас продажи растут, просто потому что ваш покупатель богатеет, а Россия не богатеет. Поэтому мы с ней же продолжим тоже не богатеть. Весь наш госдолг теперь завязан на Россию. Больше нам занимать не у кого. Никто не даст. Китай тоже не дает. Надо ездить постоянно к Путину. У Путина хорошее настроение. Даст полтора миллиарда. Плохое настроение не даст. Но противопоставить ему сейчас, наверное, мало что можно. Экономика Беларуси восстановилась после пандемии коронавируса? Да. И наш полиграф пишет, что вы отказали нам, что жиро. Мы не сильно упали в пандемию. Собственно, страны, которые упали экономически в пандемию, это было, так скажем, введение в искусственную кому. Сам коронавирус, он как бы не сжигал заводы и у людей деньги из кармана не вытаскивал. Насколько от сотка экономика Беларуси погоршилась? Меньше, чем на процент. Собственно, почему все остальные экономики упали во время ковида? Потому что они ради спасения людей закрывали свои предприятия, закрывали свои экономики, уменьшали мобильность, были приказы вообще всем сидеть дома, соответственно, не работать и не потреблять, и ничего. То есть экономики многих стран были введены в такую искусственную кому. Поэтому и падение там было в некотором смысле искусственным, и восстановление тоже потом было довольно быстрым. Беларусь в эту искусственную кому не впадала. У нас как бы было решено никого не спасать, говорить про тракторы и козочек, и не говорить про смерть от коронавируса. Поэтому экономика не сильно и сжалась. Она все равно сжалась, потому что у всех остальных торговых партнеров ковид был, в отличие от нас. Но да, мы не так сильно пострадали. Мы производили на склад. У нас был такой навес, тоже произведен во время ковида. Это было рискованно, потому что, когда предприятия много произвели, но никому не продали, то они, если никто не раскупит, в итоге, собственно, эти предприятия могут разориться. У нас были такие риски. И вот 2021 год – это пик экономического развития Беларуси, на самом деле. То есть мы сильно превзошли до ковидных показателей. Но пока что мы еще сейчас не дошли до 2021 года. То есть в 2022 у нас падение из-за военных санкций. 2023 год – достаточно быстрое восстановление. Быстрее, чем, опять же, многие ожидали. Но мы все еще до уровня 2021 года не дошли. Беларусы в 2023 году стали богаче? Да. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам широ. Причем тут даже можно ответить «да» с двух сторон на этот вопрос. Ну, во-первых, в 2023 году, собственно, у нас был восстановительный рост. Экономика выросла на 0,8-0,0-0,0-0,0-0,0. Это не компенсировало падение 2022 года. Но конкретно в 2023 году, собственно, стали богаче, чем за 2022. Вп. душу населения выросло. Это одна часть. А вторая часть, что хоть экономика еще не доросла до уровня 2021 года, зарплаты реальные, то есть после учета инфляции, они уже опережают уровень 2021 года. У нас сейчас недостаток рабочих рук в Беларуси. Недостаток труда происходит по демографическим естественным причинам. Собственно, на пенсию выходит большое поколение. А на рынок труда заходит относительно маленькое поколение. Плюс на это насваивается эмиграция. У нас там сложно оценить точные цифры по эмиграции. Ну, минимум уехало 250 тысяч, максимум, наверное, там 350 или чуть больше. Вот министр внутренних дел Беларуси заявлял о 350 тысячах уехавших. Дело в том, что мы не знаем, сколько уехало в Россию или через Россию. Это другой вопрос. Так вот, у нас в Беларуси работает около 4 миллионов человек. То есть, если считать 350 тысяч, это огромный процент от работающих. Все это добавляет нагрузки. У нас сверхнизкая безработица сейчас. У нас по опросам бизнеса, которые мы проводим, главная проблема бизнеса сейчас – это найти кадры. Как вы считаете, возможен ли экономический кризис в Беларуси в ближайший год-два? Да. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам с чиром. Вероятность есть. Я думаю, что вероятность, она, там, то есть это далеко от 90%, далеко от 50%. Но все вероятности кризисов повышены. Может ли у нас случиться банковский кризис? Легко. Как я сказал, у нас засекречена статистика по качеству банковских активов. Банки могут долго жить с некачественными активами, а потом, собственно, может там в какой-то один момент что-то триггернуть ситуацию, и банки посыпятся, как, например, вот это было с мировым финансовым кризисом 2008 года. У нас, как бы, много дисбалансов накоплено в экономике. Вот один дисбаланс – это такая зависимость от России. Что будет с нашей экономикой, если вдруг Россия как-нибудь проиграет случайно войну? Что будет с нашей экономикой, если вдруг каким-то образом взорвутся все российские НПЗ? То, что зараз отбывается с российскими НПЗ, як може поуплывать на белорусскую нафта-опера-процелку? Ну, в зависимости от того, как будут обстоять дела с атаками на российские НПЗ, если мы представим себе сценарий, в котором Украина успешно и постоянно их атакует, я, не военный эксперт, не могу сказать, насколько серьезные повреждения сейчас у российских НПЗ, и насколько Украина может поддерживать вот эти атаки, но в теории это может дать дополнительный спрос на загрузку белорусских НПЗ. Правда, тут мы входим в другое поле вопросов. Если российские НПЗ будут остановлены украинскими войсками, и для российской армии нефтепродукты будут производить в Беларуси, не начнутся ли прилеты по белорусским НПЗ? То, что белорусы зараз зарабляют больше, это может не поспроять экономичному кризису у Беларуси? Да, это связано вот с производственным кризисом. Собственно, наши фирмы сейчас чувствуют себя не очень хорошо. Это, опять же, как бы не цифры с потолка, а статистика Белстата. И вопрос, вот сколько они там могут жить с контролем цен, которые сейчас есть. То есть, если бы не было контроля цен, они бы просто перекладывали рост своих издержек на потребителя. Ну, растет, значит, стоимость рабочей силы, они делают свои товары дороже, и так далее. Так развивается инфляция по всей экономике. Ну, а сейчас они не могут этого делать, и, соответственно, находятся в напряжении. Сколько они будут жить так, сколько они могут так протянуть, нельзя сказать. Нужно знать про финансовое положение каждого отдельного предприятия. То есть, можем мы сказать, что Беларусь сама створает умовы для того, как в дальнейшем в Украине был кризис экономичный? Ну, да, да. Можно сказать, что, то есть, не то, чтобы кто-то старается, чтобы был кризис, но то, что делает правительство, это создание различных дисбалансов, которые увеличивают вероятность кризиса. Вы бы посоветовали беларусам, находящимся в стране, сейчас брать кредиты? Не знаю. Вы не отказали на это питание? Да, тут сложно сказать, это вопрос неоднозначный, это такая лотерея. Беларусы любят вообще в нее играть, взять кредиты, когда они ожидают какой-то серьезной девальвации. У вас в количестве были кредиты? У меня не было. Но это такая игра, в ней можно выиграть, действительно. Если вы сейчас возьмете под любой процент, а потом у нас будет гиперинфляция, то квартира у вас останется, а ипотека будет очень маленькой, машина останется. Но можно в нее и проиграть, можно взять кредит, взять эту ипотеку, а потом там не появится гиперинфляция, что как-то нацбанк сладит ее, и вы просто останетесь с большим кредитом. А как разуметь, когда брать кредиты? У вас или нет, как не могу? Думаю, что играть в кредиты в целом опасно. Можно выиграть, но можно и проиграть. Беря ипотеку и надеясь на гиперинфляцию, вы хотите выиграть за счет того, что проиграет банк. То есть в этом случае вы ставите на то, что банк более глупый, чем вы. А где потребно заховывать гроши, на ваш погляд? Если вам нужны деньги на ближайшие какие-то потребления, или деньги на черный день, то да, конечно, хорошо хранить их в каких-то твердых, относительно твердых валютах, легко конвертируемых. Ну, классически это доллар или евро. В Беларуси сейчас с этим сложнее, потому что мы отрезаны. Ну, я бы, наверное, находясь в Беларуси, все еще пытался. Вот деньги, какую-то сумму на черный день хранишь в долларах или евро, там пополам. Но это не, это как бы именно подушка безопасности. Это не сбережения и не инвестиции. Настоящие инвестиции, если вы хотите как-то деньги преумножать в свои средства, то это, наверное, сейчас не придумано ничего лучше, чем широкий рынок акций. А что вы думаете на конт криптовалюты? Ну, это то же самое, как бы, что такое биткоин. Это люди покупают его в основном из спекулятивных целей. Собственно, чем отличается биткоин от золота? В финансовом смысле, наверное, ничем особым. Ну, тут только что он появился менее давно, и у него еще больше волатильность. Биткоин ничего не производит. Некоторые люди пользуются биткоинами для совершения транзакций, но в основном люди покупают биткоины из спекулятивных мотивов. Они покупают в ожидании того, что он завтра вырастет. То есть это опять та вот схема, где нужен какой-нибудь обязательно дурак. Почему кто-то вам продал биткоин? Если все знают, что биткоин вырастет завтра, то никто вам биткоин не продаст. Если вам кто-то продал по текущей цене, а вы уверены, что завтра вырастет в два раза, то либо дурак тот, кто вам продал, либо дурак вы. И я бы не советовал всегда думать, что вы умнее, чем другие. Че треба заховывать гроши наявными? Ну, это зависит от того, какие у вас риски, чего вы ожидаете. Я, например, живя в Литве, у меня нету наличных, они мне не нужны. Я не думаю, что будет такая ситуация, где мне срочно понадобится тысяча долларов наличными. Когда я жил в Беларуси, до 2020 года у меня тоже не было особо наличных. Ну, там лежало, может, там 500 долларов, вдруг что заплатить за квартиру. Когда я жил в Беларуси, после начала событий 2020 года у меня было гораздо больше наличных, потому что я предполагал, что есть риски, при которых надо будет куда-то бежать с заблокированным банковским счетом. Есть риски, что нужны будут побольше наличных, и вот именно в таком форме кэша. То есть это зависит от того, какие у вас риски, думаете ли вы, что вам могут внезапно понадобиться наличные. Вы доверяете белорусским банкам? Да. И наш полиграф лечить, чтобы отказали нам с Чиро. Белорусские банки неплохие. Я не думаю, что белорусские банки состоят из каких-то мошенников. Довераете? Непроверенных людей. В этом плане доверяют. То есть не думаю, что какой-либо из нынешних белорусских банков – это схема собрать депозиты людей и куда-то сбежать. Уверен, что нет. В этом плане доверяю. Вы буквали туда свои гроши? В плане того, что ими управляет Национальный банк Белоруссии, и они все равно несут все риски белорусской общей системы. В этом плане, да, эти риски есть. И я не думаю, что какой-то банк может сам разориться по себе в Белоруссии. Или я не думаю, что какой-то из нынешних банков – реальные мошенники, которые хотят украсть чьи-то деньги. Но может ли какой-то указ поступить завтра, из-за чего этот банк разорится? Может. Может ли так и казаться, что деньги, которые направлены на страхование вкладов в Белоруссии, будут потрачены на какой-нибудь новый картонный завод, и этот картонный завод разорится? Легко себе представить. А тем, может, зараз такая ситуация, что свои гроши кладешь на свой банковский рахунок, у белорусский банк, и твой банковский рахунок зачиняется? Да, легко. А каким довериям можно тут казать? Как я сказал, самому банку доверие есть, это же не инициатива самого банка. Но проблема в том, что банк находится в Белоруссии, банк, естественно, подчиняется белорусским властям. Поэтому тут вопрос формулировки. Какую самую великую сумму вы могли бы покласть в Белорусский банк? Прямо сейчас я бы держал там не больше, чем какие-то деньги, которые можно потратить за месяц. То, что необходимо для совершения транзакций. У вас есть инсайдеры, работающие в экономическом секторе Белоруссии? Да. Есть люди, которые работают в крупном белорусском бизнесе, есть люди, которые работают в Министерстве экономики, в Нацбанке Белоруссии. Они никуда не исчезли, они иногда меняют работу, иногда просто приезжают выдохнуть, иногда просто так пишут. И рассказывают вам, Яны, нечто интересное про то, что сейчас отбывается в Белоруссии? Конечно, люди рассказывают какие-то вещи, анекзотические случаи. И в Белоруссии нет такой черной бухгалтерии, нет такого, что данные, которые недоступны на Белостате, доступны какому-то чиновнику, и он бы эти данные нам слил. Такого, насколько я знаю, не бывает. Возможно, собственно, эти данные никто и не ведет, потому что боятся, что их сольют, или эти данные знают только два чиновника, министр-замминистр, так, чтобы было понятно, откуда утекло. Поэтому такой тайной статистики у нас нет. А что расповедаете? Например, кейсы про то, как еще в 2020-2021 году власти ходили, спасали одно крупное белорусское предприятие. Крупное белорусское предприятие было всем должно, и должно коммерческим банкам. Коммерческие банки, для них это были большие деньги, они требовали как-то возврата. На что им чиновники, некоторая группа чиновников предложила, что вот это предприятие выпустит такую акцию, и они скажут, что эта акция стоит условно миллион долларов. А банк будет вынужден взять эту акцию, как бы вместо платежа, и записать на свой балансовый лист. И таким образом, то есть у банка не было выбора, и таким образом вот у нас создалась практика, что у нас часть вот этих балансов банков – это такие пустые бумаги. Ну, какая-то бумажка, на ней написано, какая-то случайная цифра, миллион долларов, миллиард долларов. Но эта цифра ничего не значит, эти акции никто никогда не торговал. И вот опять же, это к вопросу там о качестве активов наших банков. На ваш взгляд, Лукашенко действительно спас экономику в Беларуси в 90-е годы? Нет. Как же остальные страны мира справились без своего Александра Лукашенко? Какую-то роль Александр Лукашенко сыграл, где-то ему повезло. Я уверен, что он принимал решение, что нам не нужна приватизация не потому, что он хорошо понимал экономическую теорию, не потому, что он знал, как пройдет приватизация в России. Из-за своих там слегка коммунистических, социалистических взглядов. В итоге он угадал верно. На тот момент действительно российская приватизация не удалась. Лучше было бы проводить приватизацию позже, где-нибудь в нулевые годы, в десятые годы. Поэтому то, что мы не провели приватизацию в 90-е, это плюс. Но то, что мы не провели приватизацию в нулевые, в десятые, это уже минус. Теперь уже приватизировать нам многие предприятия поздно. И, соответственно, делать некоторые реформы, связанные с этой приватизацией. Так что где-то повезло, где-то не повезло. Но Беларусь была после Респад Советского Союза, как и все остальные страны бывшего Советского Союза, очень бедной страной с довольно образованным населением. Такие страны, они, как только наладишь какие-то базовые институты, чтобы людей не били на улице, не воровали кожаные куртки, как-то действовали суды, такие страны очень быстро растут. То я и сдарилась с Беларусью. Это сдарилось с Беларусью, это сдарилось со всеми постсоветскими странами. Как вы считаете, при условии смены власти в Беларуси и приходе к ней теперешней оппозиции, экономическое состояние страны быстро сможет улучшиться? Да. В целом Беларуси ничего не мешает иметь нормальные темпы экономического роста. Вообще то, что Беларусь не растет, это как раз для этого надо прикладывать усилия. Мир в среднем растет на 3%. Во многих странах нет никакого экономического чуда, нет никакого суперреформатора, который придумывает суперидею. Если вы просто строите нормальную экономику, у вас будет нормальный экономический рост. Вот лучший пример этому, собственно, наша соседка Польша. В Польше не было никакого экономического чуда. В Польше просто приняли известные уроки к сведению и развивали нормальную экономику. Нельзя сказать, что Польша выстрелила только на добычу угля, или только на IT, или только на том, что это морская держава. Все развивается потихоньку, развивается и то, и это. Есть разные предприниматели, занимаются своим делом, правительство занимается своим делом, регулирует рынок. Польша не скачет на 15% в год, она растет средними темпами по 4% в год, и это опережает среднемировые темпы, поэтому Польша приближается к более богатым странам. Никакого чуда нет, собственно. Никто не бегает с бубном, а вот с бубном бегают в странах, которые не растут. Там как раз страны, которые ищут свой особый путь, страны, которые жертвуют экономическим ростом, экономической логикой для того, чтобы продлить жизнь авторитарного лидера или диктатора. Вот там как раз экономический рост отсутствует. Поэтому, да, я верю, что если в Беларуси сменится власть, то у нас начнется нормальный экономический рост. Не потому, что кто-то из текущих оппозиционных политиков плох экономики, не потому, что Светлана Тихановская невероятно разбирается в банковском деле, не потому, что Валерий Цыпкава там тоже создаст какую-то гиперкорпорацию за 2 миллиарда, не потому, что Виктор Бабарико, там, бывший банкир, и действительно там разбирается в экономике, а просто потому, что если не мешать экономике, она в естественном виде будет нормально расти. Вам когда-нибудь предлагали сотрудничество силовой структурой Беларуси? Нет. С вами когда-нибудь связывались представители властей Беларуси? Да. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам с Чиро. Мы много работали с беларскими властями, мы, не знаю, обсуждали тему гендерного неравенства с Министерством труда, мы обсуждали макроэкономические модели с Нацбанком. В 2020 году, в сентябре, я должен был читать курс по статистике для работников Белстата, но так и не прочитал, но, конечно, у нас были связи на разных уровнях. Вам когда-нибудь пропонували собраться силовой структурой Беларуси? Нет, даже не знаю. Как-то это горестно или радостно, что я недостаточно важный человек, поэтому не предлагали. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам с Чиро. И наш полиграф лечит, что вы отказали нам с Чиро. Это очень разные аналитики. Если Шрайбман занимается политаналитикой, то Чауи часто комментирует и политические, но часто и экономические новости. В основном Сергей Чауи известен как экономический журналист, а не как политический. Поэтому я бы тут не смешивал. Я ответил, что мне больше интересна аналитика Артема Шрайбмана, потому что он рассказывает именно про политику. Он политаналитик, ту область, в которой я не разбираюсь. Точно так же мне интересны научно-популярные книжки про медицину больше, чем научно-популярные книжки про экономику. Сергей Чауи не экономист, он не получал экономического образования. При этом он часто комментирует какие-то экономические новости, экономические события. Он сам себя, во всяком случае, прежние годы называл экономическим журналистом. И в данном случае с таким определением я был бы согласен. Он действительно много знает про белорусскую экономику, очень много лет про нее говорит. Он, наверное, хороший популяризатор экономики. Но я бы не назвал его именно экспертом, потому что, собственно, он и не работает в экспертном поле. Он анализирует новости, что происходит, и делает это прекрасно. Лео, это были все пытания. Дякую вам великое, что вы отказали на их. Дякую вам великое за вашу щирость. Спасибо вам. З нами был экономист Лео Львовский. Это была программа «Счиро кажучи» и я ее веду. Это Арена Малиновская. До встречи. Наступный раз полиграф пройдя с узаснавальник «Bymed Soul» Андрей Ткачоу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok